В эфире телеканала АТВ информационный выпуск в студии Василина Стаценко. Здравствуйте! Далее о главных событиях этого дня. Скоро все станет известно, а депутаты Народного хурала провели последнее заседание перед предстоящей сессией. Грозит ли Байкал УГС? Жители пяти районов республики решат судьбу монгольской электростанции. Миллион для детей в Улан-Удэ прошел благотворительный балл в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Пока в республике ждут вторника и сессии хурала, на которые должны принять бюджет республики, в Государственной Думе бюджетные страсти на время улеглись. Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении бюджет на 2017 год и плановый трехлетний период. За принятие документа проголосовали 315 депутатов, 99 высказали спротив. Делегаты не парламентских партий поддержали закон, но все же высказали свои претензии и отметили, что голос «за» отдают авансом. А вот оппозиционные думские фракции высказали категоричное «нет». В чем логика и что так не понравилось парламентариям в бюджете, расскажет Галина Соболева. В следующем году в казну России поступит только 13,5 триллионов рублей, а вот потратить придется 16,5 триллионов. Такие расчеты были сделаны, исходя из основных доходных параметров. Однако некоторые депутаты призвали отойти от классических для страны ориентиров. Денег не хватает, и это очевидно. Есть доходные параметры бюджета, на которые мы не можем повлиять. Это такие факты, как 40 долларов за баррель, 65 рублей за доллар и внешнее давление на Россию. Но при этом мы должны влиять на ситуацию. Для этого необходимо изменить концепцию формирования бюджета. Нужно отказаться, наконец, от привязки бюджета к нефтегазовым доходам. Это камень, который тянет нас вниз. Помимо этого Журавлева не устроил размер бюджета. Он назвал документ полным собранием сочинений Ленина, в котором ничего не понятно. А представитель гражданской платформы отметил, что бюджет противоречит курсу, намеченному президентом. В СМЕТе фактически нет речи об экономическом росте страны. Обсуждаемый бюджет – это бюджет консервации. Нам предлагается на три года заморозить налоговую нагрузку на бизнес. Нам предлагается обуздать инфляцию на уровне 4%. Нам предлагается сохранить социальные гарантии населению. И это вроде бы хорошо, но это противоречит тому, что предлагал президент в своем послании. Как всегда, с популистскими высказываниями выступил Геннадий Юганов. Он назвал три основных тормоза экономики – коррупция, раскол и спад ВВП. Три главные опасности будут только усиливаться. Кризис будет нарастать. Без ВВП роста 3% он только будет усиливаться. Что касается раскола в обществе, оно уже недопустимо, оно тоже будет усиливаться. Богатые будут богатеть, а нищие – нищать. Этот бюджет выживания, но далеко не для всех. И клещи будут и дальше сжимать горло страны и всем нам. Однако в качестве рационального зерна в его речи промелькнула проблема модернизации коммунального комплекса и технологическое отставание других стран. Кроме того, уже по традиции он упомянул триллионные заначки определенных людей. Партия ЛДПР в основном не устроила фактически одностороннее распределение сэкономленных денег. Вот тот триллион, о котором Андрей Михайлович говорил, распределен был одной фракцией. Другие фракции вносили свои поправки, но 99% не принимается. Как можно этот бюджет назвать бюджетом национального согласия? Министр финансов Антон Силуанов видит в бюджете положительные изменения. Главным достижением при разработке документа он назвал сохранение социальных обязательств. Были найдены средства на приоритетные проекты, были найдены средства на поддержку сельского хозяйства, увеличены объемы ассигнований на такие важные проекты, как благоустройство дворов, другие меры, которые необходимы, которые ждут от нас люди. На все претензии ответили представители парламентского большинства. Экономисты «Единой России» описали угрозы непринятия бюджета. Наши экономисты сравнивают непринятие бюджета парламентом с цунами. Первая волна этого цунами обрушит рубль, разрушит финансовую систему страны, рухнут банки, прекратятся инвестиции, сгорят оборотные средства предприятий, а предложенный бюджет в непростых кризисных условиях гарантирует нам на три года стабильную национальную валюту. Как непослушных детей пожурил депутат офизиционных партий глава профильного комитета по бюджету Андрей Макаров. Он заявил, что предложенные альтернативные бюджеты – это детский лепет. Вы знаете, коллеги, когда вы потрясаете вот этой книжечкой цвета детской неожиданности, и говорите, что это альтернативный бюджет, посмотрите на то, что бюджет – это сегодня 6,5 тысяч страниц, детально описывающие каждую цифру на то направление, в которое они идут, и главное, которое определяет тот результат, который каждый рубль будет дан. В итоге поддержали бюджет «Единая Россия», представители партии «Родина» и «Гражданская платформа». Справедливая Россия, члены ЛДПР и коммунисты высказали свое решительное «нет». Так, 315 депутатов отдали голоса за документ, 99 оказались против. Галина Соболева, Первая альтернативная. От федеральных парламентариев к местным. Уже завтра Народный Урал собирается для решения важных задач, пожалуй, главное из которых – республиканский бюджет на три ближайших года. Сегодня состоялось заседание профильного комитета, на котором были вынесены последние правки в финансовый документ. Какие вопросы возникали и что в итоге решили на заседании, смотрите в следующем сюжете. Сложное дело – этот бюджет. Депутаты Народного Урала трудятся без выходных. Так рабочая группа заседала даже в воскресенье, поэтому сегодня парламентарии были не в лучшем настроении. И старались не допустить прений, и даже не давали слова коллегам из других комитетов. На ремонт теплотрассы в сумме 2,727 согласится. Мы поддерживаем, депутаты поддерживают. Кто за? Против? Поддержался? Нет. Дальше идем. Цеджинджа Бимбаевич, который в 2016 году поставлен на этой переходе поправки главы, сидит. В общем, здесь мы отклоняем у себя. Поняли, да? Кто за? Но все же вопросы возникали. К ответу, как правило, призывали министров, которых в зале был практически полный набор. Почему Минпромторгу нужно именно 100 миллионов? Почему Минприрода не вносит поправки? И когда Минсельхозу давать деньги? Давайте, если возможно, есть февраль, рассмотрим. Счетная палата. Здрасте. До ваших женщин. Счетная палата. До ваших женщин. Да, слушаю. До ваших женщин. Мы вам и так даем. Вы можете нормально хоть ответить? Мы же деньги вам даем, судимого. Или, может, 150 дадим, тогда на февраль будем рассмотреть? Давайте 150 даем, тогда на февраль, после Нового года, сразу счетная палата заходит. И можем там 40 миллионов потом на феврале отдадим. Или все на этом? Все так договорились? Нет, давайте так, а? Вот, давайте отставим. Да, 190, все, оставляем и все. Да, поем. Оставляем, да, вот. Я думаю, что... Здесь же не резиновоешь. Что все-то? Мы каждую копейку читаем. Андрей Викторович, я на сейси буду поднимать вопрос. Полемику вызвал и вопрос о помощи Улан-Удэ. Деньги нужны на кладбище, замену систем водоканала и трамвайные пути. Письмо от города есть, да? Там решили 50-50, что потребность... Там сколько? 33-800. И решили, республика дает 50, город дает 50. На этом все согласились. 50% для нас это очень мало. Мы по большому счету только верхушек, понимаете, необходимы суммы. Мы просим, вот, для того, чтобы у нас где-то 450, 545 километров сетей водоснабжения, из них 66% требует замены. Я предлагаю тогда инфраструктуру уменьшаем и все отдаем городу. Согласны? Нет, коллеги, это неправильно. Коллеги, давайте не будем рисковать непринятием бюджета. Мое предложение, инфраструктуру взять 50 миллионов. Тем более, да, сегодня же дали инфраструктуру, инфраструктуру добавили, да? Если по кладбищу как-то, ладно, это еще было наше письмо, было, так сказать, наступление Сергея Прокопьевича, 60 на 50, ну там по 17, как в этом году. Но по трамвае, уважаемые депутаты, большая просьба, все-таки поддержать. Я знаю, большая группа депутатов в этом году выезжали, смотрели, там на самом деле вот эти изломы, эти изгибы, шпалы сгнили. Если мы эти 2,2 километра не сделаем, то, возможно, сход трамвая, понимаете? Ну давайте трамвай тогда поддержим, коллеги. И водоканал поддерживаем, да? И трамвай, это, кладбище 50 на 50. Все, давайте, кто за? Эту сумму давайте скажем по трамваю. Против, поддержался нет. На сессии рассмотрят и вопрос по уравниванию энерготарифа. Если Бурятия и Иркутская область между собой договорятся, то для территориальных сетевых организаций в двух регионах будет единое тарифное регулирование. Для иркутян цена несколько вырастет, а вот для жителей республики тариф снизится значительно. Текст обращения будет рассмотрен завтра. Он не соответствует 12 федеральным законам. Если вы будете смотреть, и там же, в Иркутской области, вы должны понимать, что будут такие оппоненты, им не надо. Они вас просто пух и прах разобьют. А зачем идти и позориться в соседнюю область, показать, что мы не знаем федеральные законы? Это нужно делать, это обязательно, но они более грамотные. Мы можем потом в виде таблицы поправок, если будут серьезные замечания, и с учетом таблицы поправок принять обращение. И затем уже выходить на законодательное собрание Иркутской области. Это всего лишь обращение к законодательному собранию Иркутской области. Оно принимается на сессии. Завтра сессия. Но если комитет успеет таблицы поправок сделать, ради бога, почему нельзя, то можно? Можно. Можно и измененную редакцию постановления. У чиновников и политиков осталось меньше суток для того, чтобы определиться, чего они хотят от бюджета следующего года. Алина Чертарова, Вячеслав Батуев, Первая Альтернативная. И в продолжении темы. Сегодня у нас в гостях депутат Народного хурала, член Комитета по бюджету, налогам и финансам Даржиев Баир. Баир Батуевич, здравствуйте. Здравствуйте. 13 декабря остается 21-я сессия Народного хурала. Основной темой это, конечно, станет бюджет Республики на 2017 год и плановый период. Скажите, какие сферы попадут под сокращение? В данном проекте бюджета под сокращение ни одна отрасль у нас не попадает. То есть, я бы сказал наоборот, у нас как в сфере образования, так в сфере культуры будет дополнительное финансирование различных как программ, так и у нас планируется строительство школы, 63 школы, строительство пристроя 153 миллиона выделяется. Также выделяется средство на строительство школы в селе Янговой, Закаминский район, 150 миллионов. И начало строительства школы в 112 квартале 200 миллионов выделяется. Также говорили, что административные расходы, возможно, будут сокращаться. Вот как ситуация обстоит, действительно ли административные расходы попадут под сокращение? В данном проекте бюджета нет. То есть, административные расходы не попадут под сокращение. Ну и также вопрос достаточно острый, да, стоял уже неделю, даже больше. Это филармония на республике. Скажите, филармония тоже как-то попадет под сокращение, а штат будет сокращать? Вот какая ситуация? Вообще, вот мы много очень депутатов, мы приняли очень много заседаний. У нас был рабочий групп по бюджету этого года. И мы смотрели разные сферы бюджетных организаций, да, и смотрели расходы. В том числе и сферу культуры. У нас отдельное совещание было по филармонии. И я хочу сказать, что по филармонии сокращений не будет. А на какие сферы будут, наоборот, выделенные средства? Очень много средств будет выделяться на очистные сооружения. Это в городе Севербайкальск, в селе Максимиха. А также у нас будет выделяться, то есть восстановлено все, то, что планировалось в первоначальном бюджете, это по здравоохранению. И более миллиарда рублей будет выделяться на межбюджетные отношения. Это район Республики Бурятии, город Улан-Удэ. А как ситуация обстоит с сельским хозяйством, с предпринимательством? По сельскому хозяйству общий бюджет будет увеличен на 300 миллионов рублей по сравнению с первым чтением. По предпринимательству сумма будет увеличена именно на поддержку предпринимательства на 68,5 миллиона рублей. Кроме этого, стоит вопрос о межбюджетном отношении Республики и города. Скажите, какая ситуация сейчас там, а город Улан-Удэ получит больше средств, чем это было раньше? Ну да, то есть в проекте бюджета именно те деньги, которые планируются на развитие инфраструктуры, в город Улан-Удэ будет выделяться порядка 200 миллионов рублей. Также депутатами принято решение, что будут выделены деньги 55 миллионов рублей на ремонт трамвайных путей, а также 54 миллиона на водоканал. Так что я думаю, что Улан-Удэ тоже получит достаточное финансирование из республиканского бюджета. Спасибо большое за беседу, спасибо, что пришли к нам. Полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема» сразу после выпуска новостей. Мы двигаемся далее. Будет ли жить Байкал? Этим вопросом задаются ученые, экологи и просто жители Бурятии. Монголия запланировала строительство трех крупных гидроэлектростанций на реке Селинга, обеспечивающей до 80% поступления воды в озеро Байкал и ее притоках. Ученые и общественные деятели считают, что как строительство, так и эксплуатация монгольских газ могут привести к исчезновению Байкала. Сегодня на правительственном брифинге заслушали отчет министра природных ресурсов Бурятии. Продолжит наболевшую тему мой коллега Будамунхоев. Судьба Байкала в руках пяти районов построят для Монголии ГЭС на Селинге решат по итогу общественных слушаний в России. Напомним, по прогнозам экологов, гидроэлектростанции могут нанести серьезный ущерб состоянию Священного озера. Слушания пройдут в начале следующего года. По времени это будет вторая половина января, наверное, это будет февраль, наверное, уйдем мы в февраль. Провести мы планируем как бы в пяти районах. Первый это город Улан-Дэ и Волгинский район, второй Кабанский район, Прибайкальский район, Тарбогатайский район и планируем там в районе, который граничит с территорией Монголии, в Кехтинском районе. Если эксперты и местное население посчитают строительство небезопасным для экосистемы озера, Монголия останется без денег от Всемирного банка, отказ которого повлияет на мнение других крупных инвестиционных организаций. В противном случае Байкалу грозит загрязнение и обмеление, а многим видам уникальной байкальской фауны уничтожение. И все это без учета того, что здоровье – главные достопримечательности республики и так висит на волоске. Мы уже 22 года находимся в так называемом маловодном периоде. Последствия этого периода мы не можем с вами не замечать. Это и падение уровня озера Байкал, второй раз он у нас падает уже ниже своей критической отметки. Это и лесные пожары, которые связаны с тем, что у нас уже 22 года выпадает 60-70% осадков от нормы. Это все сказывается на экологическом состоянии того же озера Байкал. Но это первое. Второе – это антропогенная нагрузка. Вы знаете, что количество посещений туристами у нас вырастает ежегодно чуть ли не в два раза. В этом году республику посетило уже около 1 миллиона туристов. И, к большому сожалению, для нас больше половины – это так называемый дикий туризм. Недавно эксперты назвали и еще одну причину строительства. По их словам, благодаря новой электростанции возможен и водоотвод в сторону Китая, который пойдет на заселение деревьями пустыни Гоби. Будамунхоев, Александр Лупсанов – первая альтернативная. А сейчас коротко о других новостях. Каждый шестой житель Бурятии живет за чертой бедности. Бурятия занимает 62-е место из 83 регионов страны. В республике почти 18% населения имеет доходы ниже проджиточного минимума. В среднем по России уровень бедности складывается в 13,3%. То есть в Бурятии показатель значительно ниже среднероссийского. В Сибирском федеральном округе Бурятия на третьем месте. Она обгоняет соседний Забайкальский край и Иркутскую область. Российские книжные магазины и газетные киоски могут полностью освободить от уплаты налога на добавленную стоимость. Также предусматривается увеличение разрешенного для списания объема продукции, нереализованной в течение года, льготные тарифы на почтовое отправление, пониженные ставки страховых взносов, пенсионный фонд и фонды социального и обязательного медицинского страхования. Законопроект также предлагает отнести рекламу книжной продукции к категории «социальные», а задачу по обеспечению строительства многофункциональных культурных центров переложить на Минкультуры. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов завершили путешествие из Москвы до Владивостока на электричках. Одной из 60 с лишним станций на их пути стал Улан-Удэ, где они задержались. Гостям пришлись по вкусу бурятские позы и впечатлила голова Ленина. Но более всего журналистов удивили цены на авиабилеты и высокие тарифы на электроэнергию. В конце своего путешествия по Бурятии они побывали в Иволгинском Дацане. И к другим новостям. Сегодня Россия отмечает памятную дату – День Конституции. Основной закон страны был принят 12 декабря 1993 года. Он гарантирует главные права и свободы граждан. Изменения в документ вносились по исключительным случаям и большинство связано с переименованием и объединением субъектов федерации. Мы вышли на улицы города спросить у горожан, читали ли они Конституцию и помнят ли они хоть что-нибудь из главного закона государства. Читали, но если честно, даже не помню какой-то день. Именно дату не помню. Да, читал. Сможете назвать первые слова, ну не первые слова, точнее, а первую главу, первую статью? С чего она открывается? Первые пункты. Если не ошибаюсь, что главным субъектом РФ является российский народ, это неправильно? Без этого, без этого вам скажу. Вы сами открывали, смотрели? Да, я смотрел. Ну, я рада за тебя, мне как-то не приходилось. Не приходилось? Честно говоря, я знала раньше Сталинский Конституцию с 5 декабря, а вот сегодняшний ничего не знаю я. Саму Конституцию читал, но память уже все не помнит. Сегодня у нас отмечается День Конституции. Знаешь, что это такое? Не знаю. А? Ну, не так. Ну, примерное представление имеешь? Нет. Когда-нибудь открывал, читал ее? Знаешь, что это такое? Да нет. Нет? Вообще представление имеешь? О том, что такое представление? Ну, примерно. Примерно, да. Примерно? Ну, как вот твое примерно представление выглядит? Не могу сейчас ничего сказать, я не брал руки ни разу. О культуре. В Улан-Удэ впервые пройдет фестиваль бурятского кино. А с 1 по 15 декабря на 7 площадках города любой желающий может бесплатно посмотреть фильмы бурятского кинематографа. В фестивале примут участие 10 местных режиссеров, а также деятели киноиндустрии. Тему продолжит Елена Самбилова. Под занавес Года кино в России в Улан-Удэ опомнились. И часть целевых денег на празднование юбилея города решили направить на проведение первого бурятского кинофестиваля. Для всех нас это, конечно, определенный и сложный экзамен, потому что данного рода фестиваля мы не проводили, мы новички в этом деле. И хотелось бы, чтобы, конечно, фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Вышли мы на отдаленные микрорайоны нашего города. Конечно же, мы по-крупному не назовем, что это прям крутой кинофестиваль. Я думаю, что это будет такой очень хороший творческий зачин для начинания, для площадки будущего большого хорошего международного кинофестиваля. Кроме этого, пройдут творческие встречи с известными режиссерами, актерами и продюсерами, такими, как Александр Панкратов-Черный, Амадума Мадаков, Юлия Аук и многие другие. Что касается нас, молодых представителей кинематографа, для нас это очень-очень огромный шаг вперед. Мы можем пообщаться с нашими коллегами, мы можем пообщаться внутри себя, можем пообщаться с продюсерами и так далее, найти новые какие-то вехи развития нашего. Кроме того, в рамках Бурятского кинофестиваля пройдет отборочный этап кинофестиваля международного. Победители попадают в финал киноконкурса «РЭК», который пройдет в Санкт-Петербурге. Я считаю, что в Бурятии очень сильное, самобытное, очень вкусное кино. И я считаю, что оно имеет право и должно выйти уже на всероссийский уровень, если не на международный. Единственное, что, наверное, плохо, то, что местный кинематограф не очень активно продвигается вперед, так сказать, куда-то в Москву или в Петербург, и это очень грустно. Для тех, кто мечтает связать свою дальнейшую судьбу с кинематографом, может пройти кастинг по отбору актеров для съемок нового фильма. Елена Самбилова, Александр Лапсанов, Первая альтернативная. Говорят, под Новый год все мечты сбываются. Накануне прошел традиционно благотворительный вечер под эгидой главы Республики Бурятия в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Отмечу, что в Бурятии на учете у онкологов находится 287 детей, 174 из них с тяжелыми злокачественными заболеваниями. В благотворительном движении приняли активное участие и первые лица Республики, звезды эстрады и бизнес-элита Бурятии. Вечер начался с концерта звезд бурятской оперы «Эстрады и цирка», а продолжился аукционом картин Союза художников и драгоценных изделий ювелирных салонов. Все лоты были предоставлены на безвозмездной основе. Это не говорит о том, что мы сегодня как государство не можем обеспечить достойное лечение наших детишек. Это говорит лишь о том, что есть определенные расходы, которые, к сожалению, сегодня не предусматриваются бюджетными расходами, но необходимы, жизненно необходимы для того, чтобы можно было оперативно оперативно пролечить детишек. Это и переезды, это и уход после операционной, это иногда и выезд за границу. Казалось бы, в кризис люди затягивают пояса, но благотворительная акция находит отклик у всех неравнодушных. Даже ученики 10 класса перевели небольшую сумму фонду. На собранные деньги фонд купил билеты до Москвы в оба конца для 40 семей. В этом году диагностику прошли 54 ребенка на сумму свыше 900 тысяч рублей. Это довольно значимая цифра. В предыдущие годы она укладывалась в полмиллиона. То есть это говорит о том, что рост заболеваемости есть и надо диагностировать для того, чтобы правильно назначить лечение. Вот это самое главное, что мы делаем. За три года фонд «Пусть всегда буду я» помог почти 300 семьям. Скептики не верят, что это возможно, но фонд работает в тесном сотрудничестве с благотворительными фондами Москвы и Санкт-Петербурга. По словам директора фонда, дети с онкозаболеваниями не выздоравливают до конца, а находятся в стадии ремиссии. Первое, что мы, конечно, ощутили на себе, то, что это в начале лечения нужно было отправить анализы в московскую лабораторию для уточнения диагноза и там небольших деталей. Это вся правка этих анализов производилась и проведение анализов проходило за счет фонда «Пусть всегда буду я». В отделении закупались препараты из Германии за счет фонда. В благотворительном движении принял активное участие и бизнес республики. Авиазавод, Тугунский разрез и многие другие компании пожертвовали крупные суммы денег. Когда мы первый раз провели его, собрали на тот момент практически более двух миллионов рублей. И благодаря вот этим деньгам удалось спасти жизни нескольких ребятишек, потому что эти деньги пошли на лекарства, на билеты, на проезд. И я поняла, что в принципе реально оказать вот такую помощь. По итогу благотворительного балла аукциона было собран 1 миллион 300 тысяч рублей. Но акция с Новым Добрым Годом продолжается до 1 января. Каждый желающий может помочь деткам, просто купив небольшой календарик и стикер за 25 рублей. Елена Самбилова, Александр Умсанов, Первая альтернативная. На этом наш выпуск завершен. С вами была Василина Стаценко. Всего доброго и до встречи в эфире. Стиль ведущей – магазин модной женской одежды «Леди Шарм». Торговый комплекс «Галакси», первый этаж, бутик 109. Телефон 8 950 386 8034. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова